и здесь вам сколько лет ну потому что я вот вас слушаю я думаю черт возьмем такой библейской мудрости человек то есть это такие вещи взрослые говорит я думаю нифига себе была песня про каховского раввина про дочку каховского раввина и там такая такая чистая как мытая посуда такая умная как целый дом талмуда я могу сказать что я 28 лет и четверти этого не понимал то что вы сейчас говорите то есть вы какой-то опыт приобрели я не знаю житейский да вот перешел в компании а вот такой вопрос более такого широкого плана не по автоматизации вот у меня постоянно глаза на лоб вылезают когда я вижу как люди вот в россии я так больше обозреваю россии украину вот те кто у меня он онлайновые курсы мои там пару на русском слушает я просто в себя прийти не могу когда вижу что люди которые просто посмотрели там 20 часов видео почитали книжку максимум две и они идут и находят работу и у них не компьютерное образование что с рынком происходит он как-то бумирует и что происходит ну это просто значит что на рынке необходимы эти специалисты вообще идти но вот конкретно тестеры и тестировщики в том числе это просто говорит о том что рынок растет тренинг который нуждается в кадрах причем раз идет люди проходят на работу по айтишной компании на на должности технических инженеров с таким минимальным багажом знаний значит еще и конкуренции нет это говорит о не тотальной нехватке специалистов в области программистов тестировщиков аналитиков все кто админ администраторов железо это не то что допустим люди могли бы послать резюме но им даже в голову не приходит что есть какая-то позиция там протестировали и вообще не понимают что это вот такого нет да есть 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 большая на мой взгляд проблема что выпускники вузов они зачастую не знают куда им идти и придя например если мы собеседуем тебя берут собеседовать человек он недавно в прошлом году закончил университет он не понимает чем он зачем ему заниматься и вот например ищет работу в сфере программирования приходит ко мне оказывается что человек достаточно талантливый парень значит голова работает из него можно сделать вырасти специалиста по автоматизации а вот но при этом он не понимает да и многие вообще не понимают куда в нашей отрасли развиваться вот например майнил тестировщики да говорят что вот я я в своей области добился максимума я ведущий инженер я управляю командой из десяти человек я протестировал кучу систем кучу тестовых моделей написала кучу рекламентов проверил так далее а значит работал с разным бактрекером и все я хочу автоматизацию подожди вообще-то в функциональном ручном тестировании дальше развитие идет в аналитику анализ требований или анализ требований да анализ процессов тестирования мы дальше становимся да вот на цене сеньор квалити инженера мы становимся например у кого есть контрол менеджером да менеджером по тестированию дальше понимание процесса тестирования функционального и не функционального да нам дает возможность понять какую часть необходимо этого тестирования перевести на автоматизацию а дальше а насколько это эффективно будет для нашего проекта и это плавно перетекает в область quality assurance да то есть это усилия которые прилагаются в проектах в проекте в рамках обеспечения качества проекта на оптимизацию процесса тестирования на сокращение тайм-то-маркет да и это уже более высокоуровневое высокоуровневое тестирование но я считаю что конкретно в этой ситуации если он уже руководил группой из десяти человек он уже не должен заниматься автоматизацией он уже перешел на административную немножко позицию и он если у него это получается он должен в этом направлении развиваться то есть он может пойти в project management он может пойти у нас у нас например пошел бы project management следующий уровень программ менеджмент я знаю людей которые в программ менеджера который по 300 тысяч вот получают особенно там где нужно финансовые решения принимать частности то есть это там есть куда расти будет здоров но ну конечно давайте значит автоматизацию делал там зарплате потеряет если он уже руководит группы из десяти человек тогда немножко по-другому да переграем эту штуку значит у нас есть тестировщик которые только начал заниматься ну пару лет прозанимал срочным тестированием и вообще я думаю что компания должна им обрисовать возможные перспективы роста его направление обеспечения качества что ты можешь расти в senior quality инженера над ним ты можешь пойти в куей над ним ты можешь пойти в менеджмент или в консалтинг вообще уйти да ты можешь пойти в другое направление например автоматизации заняться и твой бэкграунд будет супер профитабл на на поприще автоматизации тестирования ты можешь пойти понимая бизнес процесс и при архитектуре решения ты можешь попробовать перейти в направлении перформанс тестинга до начать тестировать приходить нагрузочное тестирование а стресс тест с терресами так ну все виды у нас это элита вот те кто у нас тех кто нагрузочное тестирование делают или ты элита их найти невозможно их нанять невозможно то Я знаю людей, которые этим занимаются и которые ищут тех, кто этим занимается. Это просто катастрофа. Их нет. Это действительно так. У нас на рынке их тоже нет и либо мы их взращиваем сами, либо есть, но редко ребята, которые находятся и да, мы берем, я вот, например, время от времени перепадает пособеседовать в направлении нагрузочного тестирования, спрашивать по базам данных, по каким-то основам программирования, потому что там тоже можно. Да, это редкие люди. То есть они должны базы данных хорошо понимать? Безусловно. Чтобы интерпретировать результат. Это первое, что они должны делать. То есть знание по базам данных, по их организации, SQL, это самый базис, без которого там вообще жить нельзя. Ну, просто есть инструменты автоматического тестирования, там, loadrunner, например. И я как-то помню, прослушал курс loadrunner, он тут читал много лет подряд. И, значит, меня больше всего удивило, что у меня процентов 80 времени уходило на базу, на интерпретацию данных тестов, нежели как написать этот тест. То есть там написать-то несложно, запустить несложно. Но вот понять, что он сказал, и вот у него все время ушло на базы данных. Я не ожидал, честно. Я думал, что, как во всякой автоматизации, вот закодировать, там, структурировать, там, сделать помех защищенным. Не-е-е, что-то там. Понять невозможно, что он говорит. То есть он анализирует это время на столько показателей. Да. Ну, это действительно, это элита. Это люди, которые на джоп-маркет не выходят. То есть их разбирают по дороге туда. Да. Да, это действительно так. Ну, вот что еще нужно сказать, что иногда и люди, которые сидят в автоматизации тестировать, добились в ней успехов, или которые сидят в перфоманс-тестинге и добились успеха, знают несколько инструментов, знают, как проводить оптимизационное тестирование баз данных. Да. Знают, как посмотреть боттлнеки и прочие вещи. Знают, как написать кучу методик, или даже сделать синтетическое тестирование для бигдаты. Да. То есть есть такие тоже? Есть. Ага. Они думают, что они все сделали. Что, ну, куда мне еще расти? Ну, пойду в менеджера. На мой взгляд, если ты дороже до такого уровня, возьми тогда сделай что-нибудь получше, чем джеметр или логранер. Да. Инструмент создай. Возьми, да, создай инструмент. Возьми, напиши методику или методологию, модель создай какую-нибудь, которая будет более эффективно и более, значит, корректно измерять производительность системы. Посмотри на какие-нибудь, значит, на какие-нибудь решения, на какие-нибудь связки даже решений, которые не покрываются тестами, в котором есть проблема. Возьми и напиши методику тестирования каких-нибудь стеков интерпрайзных продуктов. Это сложная задача. Это очень сложная задача. А вот есть какие-то, например, чем еще заняться? А вот книжку написать. Вот пишут люди книжки. Вот есть книжки про автоматическое тестирование, про нагрузочное тестирование на русском языке? Есть. То есть пользуются спросом? Пользуются спросом, но это, по большей части, локализованные книги, переведенные на русский язык. Да, это по большей части переведенные. Есть, конечно, наши отечественные, весьма неплохо написанные, но они не содержат всеобъемлющей вселенской внудрости, так скажем. Ну, конечно. За этим ни одна книга не обладает. Это опыт проектов каких-то. Да. Это опыт проектов, какие-то вещи практические. Пишут практические книжки по оптимизации работы в Oracle Service Bus. Может быть. что-нибудь такое. Или оптимизация каких-нибудь SQL-запросов или каких-нибудь джобов на Oracle. Знаете, еще вспоминаю. Вот когда начиналась и развивалась эта автоматизация, практически не было книжек. Точнее, получается так, что ты можешь написать книжку, но пока ты ее издашь, и она выйдет, получается, что инструмент устаревает, и все это меняется. То есть, вообще книжка никому не нужна, хотя их есть много. Конкретно по этому или по этому, она тут же устарела и нет. Была книжка по Microsoft Test, по Visual Test, был дядька в Сиэтле. И он вот как-то эту книжку писал, и переписывал, и дописывал, и так далее. Но тогда цикл был длительным. Сейчас ты можешь его вывесить где-нибудь на веб-сайте, да, и там каждые две недели относить изменения, если нужно. Но я сейчас спрашивал, почему же нет никакой литературы? В этом действительно получается, что невозможно с такой скоростью вносить в нее изменения. Это ты как рабом становишь этой книжке. Вот Достоевскому написал преступление, наказание, сдал, и все. И ничего больше делать, больше не надо ничего делать. А здесь ты написал книжку, а предмет меняется все время? Хорошо бы быть Достоевским, чтобы смочь написать такое произведение. Я утерирую. Но смотрите, у меня другой подход в этой области. Я бы, наверное, когда-нибудь хотел бы книжку написать. Наверное, у меня сейчас недостаточно экспириенса, и чего-то не хватает. Я вот сколько книжек прочитал по тестированию, по автоматизации, по функционалу. В них всегда есть что-то, что является, что являлось на тот момент актуальным, типа описание инструментов. И в них есть концепция. Концепция, например, автоматизации, какая-то методология, которая не меняется и вряд ли изменится. То есть это какие-то постулативные вещи, которые человек должен для себя вынести из книги, автоматизатор. И вот на этих знаниях взращивать решения в контексте современных реалий. Вот это просто. Это сложно, как человек читает книжку, он хочет сиюминутного решения на сиюминутный вопрос. Я вот видео все время пишу, и люди слушают. А мне говорят, а что ж ты так ответа и не дал? Я говорю, так я же тебе объяснил, как подойти к ответу. А ответ меняется. Он говорит, ну вот, слушал, полчаса времени потерял. Ну, тогда лучше, честно говоря, таким людям ездить на конференции, на которых обсуждают актуальные проблемы и их решения. Которые отражают контекст происходящего в конкретной области индустрии. Я недавно был в Новосибирске, там было чудовищно холодно. Кстати, о конференциях. Да, 28-29 марта я там выступал, описывал проблемы технического долга. И вот подход со стороны тестирования. Что мы с ним можем сделать? Потому что проблема серьезная, много кого волнует. И вот в контексте нынешней жизни, текущего года, текущего плюс-минус года, возможности наши, аппаратные и программные для измерения этой проблемы, они вот такие. Есть такие и такие инструменты, которые нам позволяют что-то делать. Мы, слепив из них какую-то инфраструктуру, можем как-то измерить технический долг. Вот. Через пять лет это будет по-другому. И нужно будет через пять лет кому-то еще сделать, опять же, такое же выступление, но дополнить его другими инструментами, сказав, что наши возможности расшились. Но концепция и понимание этой проблемы, оно как было там, сколько там уже, больше двадцати лет назад, когда Говард Кайнингем этот термин изобрел, так и оно и сейчас есть. То есть концепция не поменялась, поменяется возможность ее измерения, инструменты, методологии, изменяется, скажем, ход разработки. Вы согласны с тезисом о том, что на конференциях основной навар человек приобретает в перерывах и за пределами самого зала, где там лекции читаются, то есть общение с коллегами? Это зависит от человека. Вот. Я, когда приехал в Новосибирск, у меня был план по выступающему. Вот там замечательно так организовано, значит, сопровождение докладчиков, у них есть отдельная комнатка. И докладчики это, скажем так, экспириенсит люди, которые постоянно что-то обсуждают. И заходя в эту комнатку попить чаю, там кто-то что-то кому-то набросил, какую-то идею или вот выражение. И ты такой, ребята, здравствуй, чай. Минуточку, я вот считаю, и пошла дискуссия. Эта дискуссия может длиться часами. Вот если в этой дискуссии присутствуют люди как бы менее экспириенсит, да, или просто слушатели, для них это манна небесная. Они поднимают классный опыт от экспертов. Вот. И опять же есть люди, которые даже боятся и стесняются спросить что-то. Вот там сидишь, разговариваешь там с докладчиком, просто на диванах о чем-то. Видишь, люди проходят и вот хотят что-то спросить. Даже стесняются. Ну, атишники, понятно, они люди как бы интровертивные, да. Есть такое. А, да, есть такое. И понимаешь, что вот человек меньше экспириенс, меньше профита вынесет из конференции. Я вот когда студентам там говорю, ну, я так как бы рассказываю, не вообще тестирование тестирования, а тестирование все-таки чтоб работ найти там преуспеть и так далее. И я вот им говорю, что если есть возможность пойти на ланч с программистами, ты сходи с программистами. Потому что в ходе того разговора, который неизбежно происходит, ты можешь что-то такое вынести. Вот я говорю, когда в Орланде работал, это все-таки специфическое место было, примерно раз в месяц. Я вот во время еды или где-то на ходу, или там кофейку попили или что-то, вдруг что-то скажет человек. И вот в современных терминах, вот это взрыв с мозга, я недавно подхватил. И я думаю, боже, я хожу день, и у меня крутится, и у меня вертится. Я думаю, как же так, я сегодня утром проснулся, я этого не понимаю, как я жил. И это происходит раз в месяц. Да ты, мама родная. Да даже, понимаешь, что с человеком делается. Поэтому, конечно, господи, то есть пусть ездят на конференции, только пусть не стесняются. Да. Вот у меня сразу всплыла картина 2009 года, когда я попробовал автоматизировать. И когда у меня что-то не работало, я вообще мало чего понимал автоматизации, тестирование. Ну, в первую очередь, программирование. Когда что-то не работало, просто синтаксис языка, я что-то не понимаю, что не работает. И я просто шел, донимал наших программистов. Я говорю, вот я на Python не писал, на 2.5, по-моему, там. Я приходил и говорю, Антон, Антон не работает, ничего. Питон не питон, все, не работает, плохой язык программира. Он такой, ну ты заболбал, давай посмотрим. Господи, ты вот здесь вот это не поставил. Или я взял, наклепал какую-то пелену ифов. Конечно, мне буквально через полгода на этот код было больно смотреть. Он сказал, господи, ну возьми ты вот это, вынеси, параметризируй. А вот это сделают циклы. То есть это видение программиста, конечно. Да, и фишка в том, что когда у тебя, я не понял, откуда мне брать информацию, меня шел к программистам и меня кто-то чему-то учил. Дальше, конечно, меня познакомили там принудительно с документацией, где есть экземплы, да. И все, дело пошло, конечно, в гору. Но это было ёлки-палки уже шесть с половиной. Знаете, есть пословица американская, такая айтишная. Звучит так. If nothing helps, read the documentation. Ну, просто меня почему в нее не отправляли? Потому что мои проблемы изначально, они были простыми. Они когда их исправляли, у меня есть такое замечательное свойство, я быстро учусь. Раз что-то показали, я раз это уже переиспользую везде, где только можно. Потом я еще чему-то что-то показываю, что-то показываю, но до какого-то определенного уровня просто показывать, что там в программировании делать, на таком скриптовом уровне. Но когда тебе нужно уже, когда ты доходишь до такой стадии, что, а вот теперь я хочу написать вот такую систему. Ну и те программисты говорят, вот это уже как бы не скриптинг, и не функциональное программирование. Вот здесь тебе уже нужен объектно-ориентированный подход. Так что давай как бы вот, 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 учись уже в программировании. И как бы в контексте той моей работы я был сильно загружен, в принципе, по задачам. И оно так вот все вварилось, что мне не было так вот времени взять и фулл-тайм сесть за программирование. И прям по-честному, красиво все изучить и все такое. Конечно, впоследствии я это все сделал. Но само вот обучение от программистов, при перенятии вот какого-то экспириенса от них, это очень классная вещь. Да, стоит обедать, ходить с программистами. Я вспомнил сразу несколько историй. Первое было в том, что когда я начал преподавать автоматизацию, это был Microsoft S2.0. Такой Visual Basic с такими библиотеками для автоматизации, для управления контролками. И была доска, то есть у них были компьютеры, но я выходил к доске, и я должен был писать скрипт, а они там за мной как-то... И, соответственно, я бегал по классу, чтобы у них тоже заработало. И совершенно невозможно с бумажки писать. А по памяти не помнишь. Ну, кончилось тем, что за пару-тройку проходов я уже начал, я уже все это запомнил и писал просто на доске от руки, не ошибаюсь. И потом уже в Борланде там лид мне говорит, «Миша, иди, давай мы стоим, у меня нет для тебя задания, но мы так сядем вместе, я тебе буду говорить, а ты будешь писать». И мы с ним сели, через два часа, значит, получилось то, что он хотел, и он был очень доволен, я был очень доволен, и он мне говорит, «Знаешь, что я заметил?» Я говорю, «Что?» Он говорит, «Ты за два часа ни разу в хелп не сходил». Я думаю, как интересно, что обычно все время лазаешь, да? А тут когда преподаешь, вообще преподавание на самом деле позволяет, например, мгновенно видеть ошибки. Вот когда ты в течение урока, допустим, три часа, за три часа ты у десяти человек должен был найти все, что они натворили, то ты ошибки уже знаешь до того, как они их сделали, ты знаешь, что будет. Это неплохой опыт. Да, представляется предсказуемость. Если кто хочет выучить программирование, идите его преподавать. Не, ну я вот так вот, конечно, не стал. Я вот режу. Ну вот, я думаю, что дружить с программистами надо. И вообще, если уж так вот говорить, то тот, кто хочет чему-то научиться, что-то узнать и как-то вырасти, тот всегда найдет, откуда это выучить, кто может научить и как это правильно делать. Тут есть другой аспект, более грустный. Тот, кто не подпадает под ваше определение, ему помочь нельзя. Ты можешь его учить, ты можешь ему книжку давать, ты можешь что-то такое. Ничего не получается. Если внутренней активности нет, то уже все. Это да. А вот такой вопрос, может быть, так, напоследок, я понимаю, что там уже много времени. Такой вопрос. Есть какой-то ресурс? Ну, я... Такой вопрос детский. Ну, вот один. Или, может быть, один самый главный ресурс. Вот, куда должен был бы пойти человек, который тестирует и хотел бы заниматься автоматизацией. Есть какое-то одно место, где можно начать движение? Я не знаю, например, вот есть там какой-то форум, там, Software Testing.ru, например. Я не знаю, я не очень хорошо к нему отношусь, но, тем не менее, может быть, это правильное место. Может быть, там есть люди правильные, может быть, там есть ссылки все нужные. Я не знаю, но вот есть такое место? Ну, Software Testing.ru, это господин Баранцев. Да. Он сейчас делает на SQL Days, на конференции доклады по вселенной. Да. Вот там должно быть достаточно информации, чтобы начать работать. Вообще, я бы, наверное, рекомендовал. То есть, живьем надо или в записях каких-то ездить? Ну, там есть и вебинары, там много чего есть. Я бы посоветовал не то, чтобы опираться на какой-то форме, но брать инструмент, который сейчас покрывает 75% всех приложений, которые сейчас существуют. Это веб-приложения. Веб не мобилки? Нет. О, у нас тут мобилки и так забирают. Мобилки, они будут развиваться, но… Пока что веб. Веб сейчас очень большой и сильный. Тем более, в мобилках веб тоже есть. Так что это Selenium Web Drive? Взять и освоить Selenium Web Drive. Там в интернетах куча вебинаров, куча информации, экземплов того, как он работает, каким образом определяется взаимодействие с элементами интерфейса и так далее. Вот освоив его… Тем более же open-source бесплатный, сдать на здоровье, да? Да. Освоив его, во-первых, вероятность того, что… Ты попадешь на собеседование с такой компанией, где нужно автоматизировать веб выше, в принципе, потому что этих applications просто больше. Вот. И за счет комьюнити, за счет большого количества документаций how-to, how-to можно быстро набрать знаний по инструменту и начать автоматизировать. Конечно, это не даст концептуальных знаний по тому, как правильно делать автоматизацию, как строить архитектуру системы, системы и так далее. Но это даст экспириенс, незаменимый экспириенс, работая с инструментом автоматизации системы и автоматизация системы в целом. Значит, все-таки, если нужно было бы к этому какой-то вот язычок-то добавить, да? Что это было бы? Ruby, Java, Python? Какой язык к этому? Ну, все равно один-то нужен, да. Безусловно, нужен. И тут сразу целая тема для дискуссии. Я по этому спрашиваю. Я неправильно, ну, я так считаю, что я, например, неправильно начал учить программирование. Я начал с языка строго динамической типизации этой Python. Вот. И переходя на Яву, для меня было новинкой, что значит определять тип переменной постоянно. Да. А как? В смысле? А это там не надо? В Python нет. Просто есть переменная, присваивай все, что хочешь. Вот. То есть он абсолютно юзер-френдли, в нем куча синтаксического сахара, так называемого. Но если тебе в какой-то момент жизни придется заниматься разработкой каких-то солюшенов, например, ты когда-нибудь дойдешь как автоматизатор для того, что тебе нужно сделать свой инструмент. Возможно, будут проблемы с тем, что на самом низком уровне ты не понимаешь программирование. Ты не понимаешь, как выделяется память по те или иные переменам. То есть ты работаешь с высокорвним языком программирования и как бы низкого уровня не понимаешь. А это может стать камнем преткновения к созданию инструмента. Очень легко. Ну, я бы сказал так, что если для начала проще с Пайтоном, а вроде бы проще. Для начала с Пайтоном проще, но... Ну, можно и начать с Пайтона, имея в виду, что потом все равно придется разобраться с тем, и с другим, и с десятым, что ты не лимитируешь себя Пайтоном, а ты просто как вот... Ну, наверное, тут нужно даже сказать такую оговорку, что нужно Пайтон серьезно изучать. В нем все это есть, но оно скрыто в литературе глубоко. Вот. И все, и garbage collector там тоже есть, и неявное приведение типов там тоже присутствует, да, переменных. Там нельзя просто так сложить список со словарем, оно ничего не получится, да. Хотя... Ну, в принципе, если человек, допустим, джава не отталкивает его, то может джава и начинать. Да, может. А вот Руби популярный в России? Ну, пишут. Здесь очень много на Руби пишут. Пишут. Ну, я не знаю. Ну, наверное, не такой популярный, как Ява и Питон. Просто я бы из общих соображений... Вот я считаю, что на резюме, например, джава лучше смотреть, чем Руби. Ну, помимо автоматизации. Ну, вообще, как человек, который может там на джаве чуть-чуть. Это зависит от того, в какую среду ты попадаешь, я бы так сказал. Если ты попадаешь в среду хардкорных разработчиков, которые, например, разрабатывают базу данных Oracle, которые там работают с всякими оптимизационными алгоритмами и так далее, прямая работа с памятью, то для таких людей программист, который работает с Руби, PHP или Питоном, это не программист. Он, скорее всего, не разбирается внутри них кишина. Так и есть, на самом деле. Ну, конечно. Ну, это очень узкая задача, невероятно узкая. А если же мы говорим там про какую-то разработку веб, что-то, где делать такие понескорные вещи не нужны, то все будет нормально. Я им тоже говорю, ну, начни там, вот тебе есть пару лет, чтобы начать получать свои 100 тысяч долларов в год, а дальше тебе что хочешь. Хочешь там туда углубляйся, хочешь сюда. Поэтому начни жить в профессии. Потому что, на самом деле, если с первого дня начать закладываться под то, что будет через пять лет, а кто знает, что будет через пять лет? То есть, я даже не знаю, я бы так, как сказать, учитывая динамичность индустрии, я бы все-таки, как бы, с одной стороны, фундаментальные вещи, мы понимаем, что без них далеко не убежишь, но, с другой стороны, все-таки какой-то фокус значительный давать вещам, которые сиюминутны, с тем, чтобы на подножку вскочить, потом на другую перескочить, на третью. То есть, есть элемент фундаментального и есть элемент, ну, вот сегодняшней динамики, без которого тоже плохо. То есть, как-то вот так. В общем, короче, молодежь, которая интересуется автоматизацией и тестированием как направлением развития, я считаю, что столько, сколько вам Дмитрий сегодня рассказал, во-первых, вам никто не расскажет никогда, во-вторых, вы с первого раза точно не поймете, потому что тут в десять раз больше глубины, чем можно с первого раза понять. Вот мое впечатление такое. Поэтому мой вам совет, приходите раз в месяц переслушивать. И каждый раз вы будете говорить, а что же он в прошлый раз этого не сказал? Но он сказал эту запись. Это не то, что он скрыл или там поменял что-то, но вы будете больше понимать из этой запись. Поэтому я Дмитрия поблагодарю. И мы когда садились записывать, я что же не знал, что он расскажет, правда? Да первый раз человека вижу. Вот его... То есть, он не сам пришел, его, значит, представили. Но просто я очень доволен тем, что мы создали вот запись, очень инструментально, очень полезно. Если вам покажется, что нечего извлечь на сиюминутной основе отсюда, это значит, что просто вы... Может быть, вам сегодня ничего не надо такого. Потому что довольно глубокие мысли прозвучали. И я думаю, что вам еще надолго, если вы интересуетесь ростом в профессии, движением в сторону автоматизации, вам будет что оттуда подцепить. Я просто, как человек, который у доски преподается, потому что там много лет, я просто знаю, что вот есть то, что... Был такой психолог советский Выгодский. Вот он ввел такой термин. Зона ближайшего развития. Вот если у тебя зона ближайшего развития, вот столько информации там получить, а тебе дали в пять раз больше, ты в пять раз больше сегодня не возьмешь. Поэтому вот я думаю, вот где у вас там есть зона ближайшего развития сегодня, значит, приходите еще через месяц, она у вас расширится, и вы еще больше подхватитесь. Много-много чего прозвучало. Я просто вот на стуле ерзал, и мне все время хотелось что-то сказать, рассказать, и так прямо вот всю жизнь вспомнил свое. Очень интересно, да. Ну что же, хорошо, я на самом деле от себя еще раз что добавлю. Я очень рад, что мир изменился за последние там 20 лет настолько, что мы можем такие вопросы вот обсуждать с человеком, который там вот живет в России. Например, 20 лет назад он должен был бы жить в Силиконовой долине, чтобы вообще этот разговор мог состояться. Потому что за пределами Кремниевой долины не с кем было вообще разговаривать на эту тему. Здесь люди, с которыми мы говорили, они говорят, программисты, тестер, а это кто? Мы говорим, ну это тестирует софтвер. Он говорит, так я же сам тестирую, я же пишу софтвер, я же тестирую. Мы говорим, ну это он по-другому, он с другой стороны. Странные такие вещи. Жену приводит учиться, да. И говорят, кто эти люди? А чему вы их учите? Я не понимаю. Сегодня, сегодня в Америке, ну не в Кремниевой долине. Вот у меня онлайновый класс. Мужик из Миннесоты. Пастор вообще баптистский. Ну он работает в Киосаппорт. Нормально. Батюшка из Саппорта. Значит, два года не может работу найти. И меня нашла его, ну, социальный работник с анемплоймента. И она меня нашла, и она говорит, можете вот этого, значит, как-то вот, мы оплатим. То есть государство за него платит. У него первая работа была, два года он вообще не работал. У него первая работа была 35 долларов в час в Миннесоте. Это как здесь, я не знаю, 80. Это он может пойти там, ну, все, что вот видит дом, может купить любой дом. Вот это просто какие-то жуткие деньги. И я когда пошел смотреть, что делается на рынке в Миннесоте, там очень много объявлений, вот там, где он живет. В Миннеаполис, там где-то в окрестностях Миннеаполиса, полно работы. И я ему говорю, послушай, ты, имея там 8 лет опыта в Саппорте, ты мог написать, что ты вот один буллет там добавить в резюме, что ты Саппорт делал, и ты же еще и тестил. Я говорю, ты же тестировал. Он говорит, ну да, я же не знал, что я тестирую. Я говорю, а что ж ты ни разу не послал резюме на позицию, тебя бы взяли, тебе не надо было у нас учиться, тебя бы просто взяли. Он говорит, ну я видел, что какое-то тестирование, мне даже в голову не приходило, что я могу, какое-то отношение ко мне имею. Это мы сегодня, это мы 20 лет спустя. Поэтому я почему говорю, что хорошо, что такой вот границы, в общем-то, стерлись. И вот где ты и живешь в мире, вот там ты можешь заниматься интересными вещами. Это технологии, тут для чего нужны технологии, правда, вот интернет. Я сейчас в Мексике был неделю, там интернет полумертвый был. Я думаю, все, жизнь кончилась. Ну нет, конечно, пляж есть, покушать есть. А жить как? Вот, так что мы еще раз мы благодарим Дмитрия. И ребята, пишите вопросы в комментариях под этим видео, а вы тогда уже, значит, отвечайте раз, там, если чего. Если надо будет, отвечу. Вот, да, не все подряд, то, что сочтете нужным. Хорошо. Такой вопрос, вы хотите, чтобы вам, например, резюме прислали какие-нибудь? Резюме? Резюме. Ну вот, допустим, ребята послушали вас, и они живут где-то, ну, в Москве, например, в Москве, тоже очень много народу. И они говорят, слушай, я бы хотел, вот я, допустим, тестирую, или я программистом был, или я что-то, я загорелся. А как найти, вот, принимаете резюме? Конечно. Так как вам прислать? Ну, контакты у нашей компании там есть. Просто Performance Lab, да? По-моему, не помню, как звучит, по-моему, info.sobaka.ru Прямо на info.ru Хорошо, мы тогда, где-то в описании к видео дам веб-сайт. Ладно, ну, все, тогда уже прощаемся, прощаемся, прощаемся. Ну, там уже прощаемся, вот, и так у нас такая традиция, так вот помахать всем, и вот это будет уже окончательное прощание. Я еще добавлю. Давайте. Аккуратней плавайте в бассейне, чтобы вот такой вот пободранный нос не иметь. И всем пока.